Примерно восемь сотен лет назад протекала река, но река была не единственной педрадой и защитой. И так, когда находится оборонительная стена, если вы посмотрите на площадь, то есть разный контур, то есть через всю профедральную площадь, ранее это была оборонительная стена, это не просто какие-то возвышения над площадью, для того, чтобы молодежь, очень часто, кстати, возможно увидеть молодых людей, которые вечерами здесь собираются, сидят, играют на разных музыкальных инструментах и проходят как по своему пене. Это был вход в замковый комплект Старого города Людмси. Значит, если вы посмотрите фото, то есть разный контур. Также возле этой улицы находится ансамбль Ленинского университета, который далее мы тоже, в котором мы побываем. Поэтому на этой улице жили не только знатные люди, но и профессора и преподаватели Ленинского университета. С этой улицы очень есть красивый ход. Использовала Рим. Цвета Ольга. Используется с этой улицы. В этом году в Катынике был подробностый пятилил. Это был очень красивый ход. Использует к деревянам. Используется с этим частью, который выиграл вместо того, що с ними на перчат hacia сад. Это очень большая библиотека, особенно коллекция даже некоторых редких книг Шекспира. Вот такая вот особенность у нас есть. Здесь очень красивая легенда о создании святой Анны. Святой Анны в 16 веке был один знаменитый архитектор, который построил очень много костелов города Вильнюс. Ему дали задание построить костел святой Анны. Так как ему было уже немало лет, он надеялся, что этот костел прославит его еще больше и будет его окончательной работой. Он взялся за работу и днями, ночами сидел над чертежами, пытался придумать что-то такое красивое, которое бы красиво, чтобы храм стоял на протяжении многих веков. Но у него никак не получалось вывезти окончательный вариант. Поэтому в один вечер к нему подошел его зять, который был ему под мастерью, и сказал, что эти чертежи совсем не то, что нужно сейчас в современном мире. Поэтому он сказал, что храм должен возвышаться вверх, посад храма должен быть легким. На что мастер очень обиделся и кинул ему чертежи и сказал, строй, даю тебе месяц на то, чтобы ты построил костел, сам зная, что в такие сроки вписаться нереально. Под мастерье был с сильной волей человека, поэтому он взялся за работу, и через месяц ночью он постучался в дверь к мастеру и сказал, храм готов, пойдем посмотрим. Значит, когда мастер пришел на место, где он взял построенный храм, он был изум, можно сказать, утер нос. Он разослился, и от этого мема он попросил, давай поднимемся наверх и посмотрим, или в башне, и поднялись на крышу здания. Мастер подбежал к одной башне, ко второй башне, но убедившись в том, что башни стоят крепко, он еще больше разослился. И от этого гнева он столкнул молодого мастера с крыши здания. Говорят, что в ту ночь он спятил и ушел в неизвестном направлении. Вот такая вот история, что я, и на самом деле, здесь он со своей женой были не похоронены. Сейчас же это действующий музей, музей, костельных музеев. Здесь, конечно, можно посетить, на гостей, когда вы увидите. Который писал историю на литовском языке, поэтому в честь его и была названа эта площадь. Значит, площадь соединяет между собой такие важные объекты, как президентура, резиденция президента и ансамбль Вильнюсского университета. Ранее же здесь находился с очень красивым барочным садом, который после протяжения нескольких лет уже менялся, и площадь стала такой, какой вы видите сейчас. Как я и говорила, здесь отображены важные моменты в истории культуры литвы. С другой стороны, вы сможете увидеть отверстие для стрельбы, и здесь, естественно, что очень большую ценность для всего города Вильнюса и Литвы, и не только Литвы, составляет образ Святой Девы Марии. Ее называют чудотворной, так как, что подтверждает, если бы вы поднялись наверх в часовню, вход туда доступен всем, вы увидите на стенах у образа Святой Девы Марии вывешены таблички с разными частями тела, и не только. Это означает то, что люди, у которых были какие-то беды или какие-то трудности, они приходили в часовню и молились Святой Деве Марии, и им она помогала, в дар чего они и приносили сюда таблички и вешали на стены. Значит, в часовню ведет пристроенная к ней лестница, и еще я слышала такую интересную историю от своей ученицы по религии, монахини, которая также проводила нам молитвы. И так, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, они доходили до образа Девы Марии. Извините, еще хочу сказать, что именно они на коленях поднимались. Вот сейчас я не так это вижу, а раньше очень. И вот на этих старых лестницах она была деревянная, такая вот даже трещала под ногами. И чувствовалась. Да, чувствовалась. И когда меняли, очень многие были против этого, чтобы эту лестницу, на которой жестокую людей молили, прошли коленями, получили это Божие благословение, что нельзя ее убирать. И тем не менее убрали. Ну, как-то... Я не вижу, чтобы на ней кто-то на коленях стоял. Видите, видимо, у людей осталась какая-то такая... Да, да. Ну, наверное, больно, тяжело и холодно. Ну, на дереве лучше стоять, все-таки, чем на камне. Еще хотела рассказать про саму икону. Она писана в стиле Ренессанса. И чем она очень интересна, обычно образ Девы Марии пишется с младенцем на руках. Если вы обратите внимание, то этот образ без младенцем на руках. Еще интересный такой факт, когда монахи увидели, что на иконе Девы Марии появились небольшие трещинки, значит, они как-то решили ее отреставрировать. Сняли образ, сняли рамки, сняли все ее золотые украшения и увидели, что икона писана на восьми дубовых досках. Поэтому и когда на протяжении каких-то времен то есть доски сохлись, появились небольшие трещинки между ними и, соответственно, появились трещинки на иконах. Так что икона была отреставрирована и, конечно, там, где она и висела с древних времен. Значит, здесь, в этой капличке еще Иоанн Павел II, Папа Римский, приезжал в 1991 году. Что это стоит? Это... Смотрят и молятся именно вот возле алтаря, внизу алтаря, Святой Девы Марии. Также хотелось сказать, что оборонительная стена была построена в 15 веке и я попрошу пройти через этот портал, который стоит уже более 6-7 веков. И я говорил, что так что это было потому, что это оборонительная стена и она была не главным входом в старый город Кэрлиус. Но так как она оставилась единственной, поэтому она для нас предоставляет очень большую ценность. Людей, которые не ценят то, что есть вокруг себя, а по прошествии времени оказывается, что это что-то ценное и важное для города и культуры народа. Мы видели, как контур для кафедральной площади, контур оборонительной стены. Также посмотрели и увидели уголок готики, который был выполнен не в красном стиле, в готическом, а имел цвет желтого кирпича. Также мы увидели большой камень, заложенный в фундамент костела Святого Казимира. И сейчас мы стоим возле главных ворот входа в старый город Вильнюс, которые предназначают не только для очередного туриста вход в старый город, но и имеют религиозную ценность для верующих людей. Я надеюсь, что вы для себя открыли что-то новое в ходе экскурсии, что вам было интересно и каким-то образом я смогла вам входить в ходе.